друзья всем привет сегодня прокатимся в купчино это очень опасное жесткое место отсюда от свиной площади поедем немножко по садовая потом по московскому проспекту конечно же это шоссе хайвэй херовые идеи очень херово а вот давайте прокатимся посмотрим что происходит на дорогах вместе обсудим буду много болтать естественно ворчать да ладно да ладно да ладно естественно буду недовольным на все вот это что происходит хайпанем немножечко поэтому давайте отправляться точнее мы уже отправились сегодня здесь на садовой какая-то не типичная пробка до московского проспекта обычно ее нету что-то сегодня случилось вот смотрите да переулочка какушкина уже пробка хотя опять же повторюсь ее здесь обычно нету и вот дальше все стоит что-то тут случилось ладно нам это пробка не страшно здесь 1 поворот и потом на московский проспект выворачиваем а кстати весь здесь мы выворачиваем без светофора поэтому надо поэтому просто выворачиваем аккуратненько просто аккуратненько выворачиваем а вот здесь светофор здесь как обычно парковашки в 2-3 ряда для проезда и в принципе одна полоса вот есть в общем здесь правая полоса какая-то нереальной ширины полторы полосы не знаю как две даже они здесь естественно парковашки какие-то попячки назад почему нужно аккуратно все это преодолевать так переезжаем фонтанку здесь коварный цикл первой по длине и второй почему-то покороче и на 3 мы уже успели вот здесь начинается довольно неприятное место за технологическим институтом и туда дальше по московскому неприятно она потому что здесь две полосы и они узкие а также много транспорта общественно часто троллейбусы автобусы встречаются вот и полосы такие но не в прикирочку но по сравнению с обычными дорогами наш не реально узкие поэтому надо тоже аккуратно ну что что ответьте право порой не включил а сам не поворачивает и меня сгусток у так хорошо вот здесь повернулись смещаемся правее еще правее все друзья мы на авто магистрали на автобане четыре полосы широченных в каждую сторону вот он автобан называется московский проспект я не знаю возможно ли здесь делать велополосу ли велодорожку с парковкой естественно возникли проблемы кстати чтобы понимали я вообще ни разу не ярый фанат велополос в городе потому что они создают очень большое напряжение общественное а например скажу крамольную мысль для многих я считаю очень и зря сделали велополосу на большом проспекте васильевского острова по моему скромному мнению там вообще не нужно и это вызвало огромное общественное недовольство автомобилисты заслуженно самом деле были в ярости потому что там очень много односторонних улиц вот которые значит пронизывают остров и соответственно теперь автомобилисты действительно вынуждены ездить там парковаться искать места по подолгу хотя этот большой проспект вообще был не загруженный и вот опять же говорю по моему мнению а там и сделали ну вот не нужна она короче говоря там можно смело разметку содрать никто не пострадает там 3 велосипедиста ездит в день ничего страшного не происходит здесь рельсы очень плохие всегда были и остаются плохие рельсы вот опять этот газ с правым поворотом даже нужно налево все поеду здесь направо то еду опять 5 дебри вот этих куча казусов таких так добрались до московских ворот что здесь аккуратненько надо какое-то столпотворение небольшое вижу сейчас собираюсь у меня все красные так успею не успею я не успел я успел вот еще одно опасное место азбука вкуса здесь на московском проспекте за метро постоянно припаркованные машины бегают всякие значит ребята своих джипов туда-сюда роскошная жизнь у них в общем это тоже клака тут место надо аккуратней быть парковашки театр сказки а здесь театра никакого не надо здесь и так все как в сказке велосипеде по хайвейу это именно натуральный хайвей тоже вот здесь где парковаться нельзя умудрился все равно запарковаться у него знак инвалида знаете такой ну просто на картоночке который можно положить он его причем на приборную панель просто положил вот этот железнодорожный мост причем он все время такой гулкий шумный под ним проезжаешь эхо такое страшное неприятное место еще если с тобой рядом такой как грузовик проезжает то здесь нельзя двигаться к грузовикам ну маленькие всякие газельки в общем шумит знатно ну какой интересный трамвай желтенький смотрите забавный так электросила у нас на горизонте вот здесь тоже вот этот поворот люди из кармана все время тут едут надо внимательно и пролетаем по автобану дальше реально у меня такое ощущение что я по автобану сейчас гоню уходящая за горизонт шоссе ровное гладкое четыре широчайных полосы в одну сторону ну чем не автобан что здесь можно поделать с велосипедистами не знаю есть ли им тут место не очень на мой взгляд пока вот вообще не очень представляете здесь какую-нибудь молодую девочку да или пожилого человека на велосипеде вот что ему делать на этом автобане пролетаем парк победы справа по курсу летим дальше здесь вот между парком победы и метро московская вообще ничего интересного просто автобан такой отрезок автобана длиной пару километров до скучно такое шоссе набрал скорость и вперед вот здесь начинается место вообще просто кошмарное здесь полный шах и мат людям которые говорят про правые повороты потому что если следовать правилам я должен поехать на варшавскую улицу там каким-то образом развернуться выехать опять на московский повернуть направо вообще мне надо прямо сейчас чтобы вы понимали и это вообще нереально здесь две полосы идут направо мне надо прямо много вот таких мест есть в городе туда где в принципе если следовать логике то становится понятно что вообще проектировщики они никак не помышляли что здесь где-то может быть велосипед вообще в принципе во вселенной здесь парковашки не то что в 3 а даже в 10 рядов задний ход опять же аккуратно надо машины стоящие елочкой и выруливающие из парковки ну все пока вроде проехали вот это место смотрите машины здесь стоят елочкой очень плотно днем не всегда видно вот этот значок заднего хода белый у машины они часто вжух и начинают выезжать потом проезжая вот такие места вот как сейчас справа надо глаз да глаз Друзья у нас тем временем площадь Победы мне нужно не на Пулковское шоссе а на Московское шоссе и сейчас будет еще один просто удивительный по своей красоте пульбит потому что естественно мне надо будет так таксист ты мой красавчик естественно мне надо будет налево уходить а так как это автомагистраль естественно тут никто даже не может подумать что это велосипедист будет ну вот я и попал правдами и неправдами на Московское шоссе опять посмотрите это хайвей тот же самый та же самая магистраль благо здесь правая полоса очень широкая то есть две вот которые левее они отличаются вот это право здесь возможно даже запарковать машину и еще останется место для одной машины ну наверное был какой-то замысел в такой парковке здесь красивый пулковский парк церквушки места шикарные все уже зацвело зелененькое да друзья еще раз вот Дунайский проспект тот же самый Купчинский индастриал широченные шириной взлетно-посадочную полосу дороги сейчас впереди путипровод у меня будет вот я гоню по этому хайвейу с ветерком только что водитель меня так прям некрасиво подрезал знаете иногда бывает видно что они не заметил по-разному а этот прямо специально так подрезал догнал потом и еще раз прижался ну по-всякому бывает я не в обиде уже привык так кожа у меня уже как у носорога велосипедист носорог так приближаемся к путепроводу путепроводу ох все время путаю как ударение поставить да такой индастриал конечно серьезный 4 полосы вот опять поворот направо как бы мне нужно ехать направо потом я даже не представляю что делать чтобы вернуться опять на проезжую часть ну даже думать сразу там какая-то идет развязка длиною в жизнь я должен попасть на нее вот смотрите интересные места на всех наших питерских путепроводах которые ну да подальше от центра вот это обочина которая за разделительной чертой она вся стекла в камнях в пыли я сейчас еду на шоссейных колесах и соваться сюда без надобности вообще не стоит если бы вы знали сколько здесь всякого вот такого вот мусора лежит после зимы ну наверное я надеюсь их чистили хотя бы раз поливали потому что когда раз я выехал вообще после зимы и путипровод путипровод который а как же он называется короче на кубинской улице да путипровод он был вообще весь усыпан камнями стеклами причем крупными такими камнями там наверно за зиму с фур с самосвалов понасыпалось но вот сейчас начинается приятный отрезок кстати и камней поубавилось почему-то с горки возможно дождями их смывает здесь в общем тут просто лети и наслаждайся и опять же смотрите вот тот самый правый поворот а он здесь очень и очень опасный потому что на скорости очень опасный он здесь потому что здесь с путепровода машины вылетают уже 80 вот так все ездят так я все время впутываю здесь улицы Бухарецкая и Будапештская вот эти пересечения они все похожи друг на друга ну для того естественно кто здесь не живет в этом районе я здесь не живу поэтому вот так вот на глаз все время путаю благо как и полагает каждому highway автомагистрали здесь большие громадные такие указатели все видно так Будапештская улица хороший асфальт кстати здесь разметка свежая разметка свежая что тоже очень хорошо и это до улицы Олега Дудича если правильно назвал если неправильно побейте то есть все время прямо еще одна очень такая сильная проблема на мой взгляд если ездишь на шоссейных колесах на шоссейных таких вот покрышках накачивая их как и полагается это рельсы я не знаю по пальцам можно перечитать места в городе где сделаны хорошие переезды то есть рельсы вровень с проезжей частью сделаны по-нормальному ну а так в общем то рельсы везде очень выступают а здесь тоже запаркованный транспорт плотненько поэтому с одной стороны здесь нам и безопасно ехать потому что машины сюда не сунутся с проезжей части с другой стороны нужно глаз да глаз люди которые идут к своим машинам припаркованным а также двери двери это открывающиеся поэтому если есть возможность нужно какой-то боковой интервал хотя бы небольшой ну вот как раз на ширину открывающейся двери держать всегда друзья я добрался до места своего назначения это вот эти индустриальные такие одинаковые квадратные бесконечные улицы вкупчина вот здесь да мне понравилось то что асфальт более-менее здесь нормальный разметка хорошая в принципе не понравилось естественно все одно и то же это гигантские скорости потому что это все хайвей водители здесь разгоняются до максимально возможных величин и даже больше если знают что камер нету вот тот же самый вот путепровод на дунайской улице это конечно или дунайский проспект это ну вообще что-то с чем-то и правые повороты естественно на вот этих хайвеях вот поэтому если катаетесь по таким похожим местам будьте аккуратно потому что ну потому что скорости да и то что не всегда водители смогут адекватно реагировать на вас поэтому держите в уме и катайтесь осторожно всего хорошего ну 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 Субтитры создавал DimaTorzok